Год 95-летия известного и любимого читателями писателя Валентина Пикуля начался во Владивостоке показом спектакля «Крессера» по его одноименному роману. Постановка Приморского академического краевого драматического театра имени Горького дает возможность посмотреть на события через взгляд участников русско-японской войны, которая началась почти 120 лет назад. Мечман Чебокер, крессер Люрик. Мечман Плазовский, крессер Люрик. Мечман Солуха, карамельный врач. Мечман Житецкий, штаб Флота. Перед показом спектакля вдова Валентина Савича Антонина Ильинична Пикуль прислала в администрацию театра письмо, в котором поблагодарила приморского зрителя и актеров театра имени Горького за внимание, заботу, помощь в сохранении памяти о писателе и его творчестве. Роман крессера, по ее словам, кажется невозможным для воплощения на театральной сцене. Но, вопреки всему, произведение Пикуля оживает в театре. Литературная лексика становится лексикой театральной. По-особенному через взгляд режиссера-постановщика Ефима Звенятского. Это было ведь рождено здесь, морем. Тем, что огромное количество людей с офицерскими погонами в форме моряков ходят по этому граду Владивосторгу и украшают его своим присутствием. Я испытываю чувство, когда мы приезжаем на гастроли любой столицы, или это Армения, или это Белоруссия, вот сейчас это Азербайджан, и мы везде везем крейсера Пикуля. Ребята, ну пусть гордятся тем, что здесь далеко, на Дальнем Востоке, есть российский флот. И мы считаем за честь и гордость представлять его на сценах театров. Первое, что сразу бросалось в глаза перед спектаклем – очень много людей в военной форме. Например, лейтенант Иван Леоненко служит на флоте 15 лет и целенаправленно пришел посмотреть историю крейсеров. Я выбрал данный спектакль, потому что мне интересна история развития Дальнего Востока, Техкеанского флота. Данный спектакль рассказывает о гибели первой Техкеанской эскадры, ну и о самом развитии Владивостока. Первокурсник Морского инженерного колледжа Владивостока Никита Куц – будущий капитан. Ему только предстоит познать трудности и очарование этой профессии. Ну я ожидаю хороших впечатлений от этого спектакля. Это спектакль про русско-японскую войну. А подполковник в отставке, экскурсовод Военно-исторического музея Техоокеанского флота Юрий Сыромятников, не только знает легендарную историю крейсера «Рюрик», но и помнит, как в театре прошла премьера спектакля. Когда первый раз этот спектакль здесь проходил в виде премьеры, музей выставлял здесь тематическую выставку про отряд Владивостокских крейсеров. Было очень волнительно. Ну а спектакль крейсера в объеме репертуара драматического театра имени Горького – это, наверное, наша дальневосточная, владивостокская достопримечательность. Крейсера в его полемике о войне, служении Родине, связи поколений способен восхитить всем. Декорациями, видеорядом на экране, костюмами, светом, звуком, хореографией, массовыми сценами и, конечно же, игрой актеров. За этот спектакль художественный руководитель театра Ефим Звенецкий и исполнитель главной роли Мичмана Панафидина артист театра «Валентин Запорожец» в 2016 году получили правительственную премию в области культуры. Действие спектакля происходит в местах, которые приморский зритель знает и с удовольствием слышат знакомые названия бухт, улиц, районов, светландская, алиутская, седанка. А также в спектакле, как и в романе Пикуля, живут реальные исторические личности. Например, Степан Осипович Макаров, именем которого названа Тавму во Владивостоке, и другие адмиралы, командиры крейсеров и даже священник, известная личность времен русско-японской войны. Так что прежде всего этот спектакль о гордости, мужестве и об истории нашего города. Анна Дьякова, Наталья Фадеева, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.